В общем, смотрите, я тут встал с дивана и записал поперечные изгибы велосипедной рамы. Про них часто говорят, но мало кто видел живую. Я могу вас сразу успокоить, чтобы рама вот так вот отплясывала, это вам надо вкручивать на ней как черт на максимальной передаче и желательно в гору. Здесь я как раз на 56.12 от Кремля вверх по Тверской вкручивал и преимущественно стоя. А как только ты садишься обратно в седло, весь эффект сдувается вот прям полностью. Вообще, жесткие рамы это такая тема, которую бы я хотел обсуждать меньше всего на свете. И объясню почему. Потому что сразу набегают велодебилы и начинают нести такую херню, что слушать это невозможно. Велосипед это вообще увлечение для тупых. Я за все время еще ни одного умного человека не видел, который бы увлекался велосипедом. Самые одаренные вам расскажут, как они купили стальной гревел и как тот своей рамой все ямочки на дороге сглаживает. А таких, я считаю, надо сразу изолировать от общества, ибо лечить их бесполезно. Те, кто чуть поумнее, расскажут вам, что в эти самые виляния каретки уходит очень много энергии. Правда, сколько именно, они, естественно, не измеряли и не знают. Но могут примерно почувствовать, если дать им на велосипеде покататься. Если у велосипеда рама подороже, то они скажут, что рама, да, хорошая, жесткая, скоростная. А если подешевле, то, да, что-то как-то мягковато. Но не все так просто. Теоретические основы у нашего эксперта тоже будут. Во-первых, алюминиевая рама у него будет всегда жестче, чем стальная. И в этой мысли, вообще-то, есть рациональное зерно, так как алюминиевая рама всегда будет из труб диаметром побольше. Но наш эксперт слышал звон, да не знает, где он, и просто скажет, что сталь мягкая. Наш юный сопроматчик никогда в жизни не пытался, очевидно, согнуть стальную и алюминиевую проволоку в руках. Ну и само собой, если рама карбоновая, то она будет еще жестче, чем алюминиевая. И нет, не потому, что она дороже, а потому, что карбон жесткий. А если спросить у такого эксперта, какую вилку для велосипеда покупать, то он скажет карбоновую. Не потому, что она дороже, а потому, что она будет мягче. И если вы где-то здесь заметили противоречия, то у меня для вас плохие новости. Вы недостаточно тупой для велосипеда, и вам лучше поискать себе увлечение другое. Также вам может попасться какой-нибудь древний старец, который запугает вас непонятными формулами. Что-то расскажет про влияние жесткости нападения в поворотах. Но это маловероятно, и такой вариант мы рассматривать не будем. Давайте я вам лучше расскажу свою историю, где мне эта побережная жесткость, а точнее мягкость, в свое время насолила. Для этого придется перенестись в те темные времена, когда у меня был велосипед с петушиной трансмиссией. И с передним переключателем, разумеется. Так вот, под нагрузкой рамка переднего переключателя все время терлась о цепь. Потому что каретка вместе с этой рамкой виляли влево-вправо относительно заднего колеса, откуда цепь идет. И вот так у меня каждый полный оборот педали издавался вот этот звук. Шкряп-шкряп. И как-то эту рамку не настраивая, либо справа, либо слева она будет тереться о цепь вот под нагрузкой, когда ты вкручиваешь стоя. Вот, а между прочим, на том велосипеде рама у меня была толстенная и алюминиевая. И я честно не знаю, как другие люди с такой же бедой живут. Возможно, они с седла вообще никогда не слазят. Но так как я латентный фиксер, то без скручивания стоя я вообще не могу. Так что теперь у меня велосипед без переднего переключателя, ну и без заднего тоже. Вот и все на сегодня. Хотя нет, ребят, вы знаете, я еще добавлю вот такую слабо оформленную мысль. Если вы посмотрите на то, как гнется моя рама, то вы обратите внимание, что в ней соосность подшипников каретки все время сохраняется. Потому что эти подшипники сидят внутри вот этой вот приваренной короткой и широкой трубы. И погнуть эту трубу, в общем-то, невозможно. Но, если у тебя рама карбоновая, то где-то в половине случаев там в каретке никакой вот этой трубы нету. И там два подшипника, они сидят независимо друг от друга и никак не связаны. Если я на карбоновой раме вот такой начинаю вкручивать стоя, то что происходит? Начинает ли соосность подшипников нарушаться? Или карбоновая рама, она вообще не гнется настолько жесткая, в чем я сомневаюсь, конечно. Или что? В принципе, немного понимая, как работает велоиндустрия, я подозреваю, что все развивается по худшему сценарию. То есть, соосность подшипников нарушается, они под нагрузкой большой начинают скрипеть, жрать энергию. Полный пиздец, в общем. Вот. Ну, я не знаю, это открытый вопрос. Как бы кто-нибудь ответьте мне на него. Вот. Ну, я не знаю, это открытый вопрос.